Освободили горшки, бегуа! Мы просто поели, поэтому... Это как это? Кто хочет ходить, можно сделать где-нибудь это вот и будете ходить. Раз, раз, раз! Эй, вы там ВКонтакте? Нормально, а? Нет, они под ВКонтакте. Они под ВКонтакте. Они на ЯРУ, да? На ЯРУ как-то канал. Они же не ВКонтакте, а на ЯТВ точно. Они не ВКонтакте, они на ЯТВ. Вот. Сколько на Контакте? Они нифига себе, да? А можно я так полежу? Так прикольно. Люди уже спать ложатся. Пора после Амира. Ахахахаха. Кстати, вот можно там лежать, да, я так понимаю. Калачиком? Ахахаха. Я сейчас начну с живого тела, про третий вид нервности чуть попозже пущу, а то сейчас начну про него и забуду про все остальное. Короче, исходим из того, я сейчас стану очень серьезная, вы покушали, а я серьезная, вы кого-то съели, да? То есть исходим из того, что мироздание живое, и мы неотделимы друг от друга, хотя и кажется, что это не так, да? И вот представим, есть вы как сознание и вы как тело, это пара, танцующая вальс, например. И вот вы как сознание и вы как тело, это также одна целая единица, которая танцует вальс с мирозданием. В этой связке все живое. Я так понимаю, сама сложность в том, чтобы почувствовать, понять, что такое живое. Когда смотришь на дерево и когда смотришь на котенка, и то, и то живое. Есть ли разница в качестве? Вот для вас ощущение дерева и котенок в чем? А когда на свое тело смотрите? Тут тоже как бы, ну не все так, конечно, медленно процесс, радость и легкость, регулярно, да? Котенка немножко быстрее. Я просто слышал сердцебиение котенка. Оно быстрее даже, чем мое. А в битве он тоже не может. Нет, нет. Вот. Когда я работаю с людьми, или когда пишу статьи, или снимаю видеоролики, я не знаю, какой правильный ключ подобрать для того, чтобы можно было прочувствовать, прожить, понять, что ваше тело, оно нежное, оно живое, оно ценное. Очень ценное. То есть для мироздания каждый атом – это невероятная ценность. И вот в этом огромнейшем бриллианте, которым мы все являемся, каждая грань отражает уникальный неповторимый взор силой этого единого сознания, нас. И мы выбираем контракты, воплощаемся, проявляем определенные качества единого потока. У кого-то телесно больше предрасположенность, например, играть на пианино, у кого-то на скрипке. Кто-то художник, у кого-то лучше получается графика, у кого-то там импрессионизм. Разве это телесно, или это самая пианино? Сейчас объясню. Кто-то бегун, кто-то… Дипломат. А? Дипломат. Да, кто-то дипломат. Дипломат. Кто-то бегун дипломат. 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 В нас пробуждается из ДНК определенная тяга. У дипломатов тяга всех мерить. Сейчас всем будет хорошо, и все перестанут конфликтовать. Те, кто играет на скрипке, не могут без того, чтобы не видеть скрипку, не держать в руках смычок. Те, кто любит рисовать, если забрать у них карандаш и бумагу, то, в общем-то, два метра под землей, гробик и все то же самое. И эта тяга ощущается телесно, эта тяга к карандашу, к дипломатии, она ощущается телесно, к фотографированию, например, да, к съемке видеороликов. Вот она мне телесно ощущает, эта тяга. Если у меня депрессия, я пойду пофоткаю себя, а потом начинаю снимать видеоролики. Сразу настроение такое на весь день. То есть, как часть единого целого, неотделимая от общего. Каждый из нас проявляет уникальный, уникальный узор. Невероятно красивый, грациозный, неповторимый узор нашей единой силы. Даже если взять двух художников, и они оба рисуют маслом. Один выбрал контракт ценить радость, а другой выбрал ценить нежность. Они оба рисуют маслом, но один проявляет качество силы радости, а другой проявляет качество силы нежности. Картины будут невероятно красивые. Но когда вы будете смотреть на одно, вы будете чувствовать прямо аж на электричество. А когда оно другое, очень глубинное проникновение внутрь себя и взаимодействие со всем сущим, как неотделимость. И это вот глубинное намасте уважение. То есть каждый из нас, кроме телесной тяги проявлять свою силу в определенном направлении, выбирает еще ценность, которой он предан. И еще с самой утробы происходят ситуации, когда вот эта наша ценность, исходя из своего опыта, я помню, как я лазила в своими настройках нервной системы за четвертым с половиной месяца, чтобы сделать определенный перевоз ответственности. Если я проявляю радость, то снаружи ко мне будет агрессия. Если я проявляю свою ангельскую силу, ко мне будет капитальная зависть и агрессия и потребность разрушить и уничтожить. Вообще все эти склейки, перенос ответственности идет на момент выражения того, что вы чувствуете, того, кем вы себя чувствуете, того, во что вы верите. И потом всю жизнь происходят ситуации, когда каждый момент у вас есть возможность выбора либо искренне выражать то, что вы чувствуете, либо отказаться, либо искренне, понимая, насколько для вас это ценно, говорить о том, во что вы верите, или отказаться из страха, или по каким-то другим причинам. В каждый момент жизни происходит выбор открываться или закрываться. Сделать вот так и взяться за руки. Или сделать вот так. Или сделать вот так. Или сделать вот так. И вот, например, у меня очень сильно было выражено склейка радость и агрессия, а также выражение ангельского потока и физическое насилие. более детально выражение ангельского потока это огромнейшая нежность и понимание, тотальное понимание, почему так происходит. И вот в данном моменте ценить это качество, например, ценить радость или ценить нежность, означает осознавать уникальный опыт, который вы приобретаете, когда выражаете радость, когда выражаете нежность. То есть реально видеть и понимать, когда я выражаю искренне открыто радость или нежность или то качество, которое я до рождения выбрала ценить. Во-первых, я себя определенным образом чувствую. Во-вторых, ситуации в моей жизни складываются определенным образом. В-третьих, взаимодействие с другими существами происходит определенным образом. И в этом всем я вижу свой уникальный опыт. И я начинаю понимать, насколько это ценно. Насколько ценно просто искренне выражать радость, когда, например, человек грустит, близкий человек грустит, и если я начну грустить вместе с ним, то я как бы начну топить нас обоих. А если я начну коммуницировать, разговаривать с ним постепенно, потихоньку, из состояния радости, по чуть-чуть, они так, а, круто, ты грустишь, ну подожди, сейчас я тебе подниму настроение. Так можно схлопотать капитально. То есть, когда я вижу, какой именно уникальный, невероятный уникальный опыт я получаю, когда я искренне выражаю то, во что я верю, то, что я ценю, то, что я чувствую. Бывает, вот, например, я общаюсь с кем-то ВКонтакте, и хочется написать такую нежность, просто, вот, просто, просто потому что. А потом сижу и думаю, а нафига? Я думаю, нормально, Наташа. И откуда эти ноги растут? Смотрю внутрь себя. Да? Ну как? А там же я прорабатывала склейку нежности, сексуальное влечение. Сейчас я выражу ему свою нежность, а потом начнется опять здравствуй, снова здорово. Вот, это будет воспринято как, там, не знаю, там, подкат, да, что я там чего-то чувствую, а потом, а потом я просто хочу сказать, и вот тут момент, я просто искренне хочу сказать тебе что-то нежное, не имея под этим ничего сексуального. Так я ведь так и могу написать? Ну, я ведь реально так могу написать, и никто меня криво не поймет? то есть коммуникация невероятно важный инструмент. И здесь качество коммуникации зависит от того, насколько мы искренне по отношению к самим себе. я могу написать просто нежность, отправить и закрыть контакты, и пойти, например, гулять на улицу, да, потом прийти, посмотреть ответ и подумать, ну, вот снова жопа произошла, как обычно. Либо я могу посмотреть глубже внутрь себя и увидеть, чего я боюсь, да, то есть я моментально вижу свою реакцию. Я хочу написать. Вот мой момент выбора. Я чувствую нежность. Я хочу ее выразить. Я просто хочу выразить нежность. Но тут у меня наступает по переносу ответственности, искреннему понятию, что если я это выражу, это будет трактовано, как будто я подразумеваю, что я хочу чего-то от этого человека помимо простого выражения нежности. Если я искренне по отношению к себе, я смотрю просто внутрь себя и прекрасно понимаю, окей, так я просто допишу. Я посторонно второе предложение тупо допишу, что это не подразумевает ничего сексуального. Вот. Так бывает, да, третье предложение. То есть, смотрите, еще до рождения мы выбираем определенное предназначение. То есть, это наша невероятная сила. уникальный узор, неповторимый уникальный узор силы каждого из вас к выражению единого я. Мы, каждый из нас, выбирает реализовать в какой-то форме. Здесь. И для этого мы приходим в воплощение. Для этого часто мы делаем себе склейки, чтобы научиться ценить определенные качества до такой степени глубинно, чтобы быть готовыми реализовать эту огромнейшую силу, которую мы проводим. Не просто так, там, типа, ну как, я, в общем-то, ценю, да, поэтому все. Предназначение, это не просто там вытащить и, например, из дерева, там, статуэтку котенка искать, на, держи от всего сердца, все, я сделала предназначение, можно мне домой? Это такая глубина каждого из нас, буквально до ядер атомов в наших телах. Называй как тебе удобно. Я буду говорить своими словами, с эмоциями. Это очень-очень глобально изнутри. Это то, чем вы становитесь. Этот огонь начинает сквозить сквозь всю нежную систему то, что вы выбираете ценить. Те качества, которые вы выбираете ценить. И очень круто получается, когда вот я хочу это выразить, а получаю разные непонятки. И тут я начинаю что делать? Я начинаю задумываться. Очень важный момент. ты храпишь. Да. Да, кстати. то есть при переносе ответственности, когда мы хотим выразить одно, а потом начинаем испытывать страх и не выражаем этого или выражаем чертизнак как и потом имеем следствие. у нас есть здесь момент задуматься, очень важный момент задуматься. Часто еще с детства что нам говорят не думай, тупо делай. Мама лучше знает, даже не задумывайся, просто иди и сделай. Великолепно. Потом мы уже не задумываемся, мы тупо идем и делаем. Причем не только то, что говорит мама, а жена или еще кто-нибудь. Говорят, а, отлично, а, а, хорошо. Задержка не происходит, задержки нету. Здесь нету момента осознанности. Да, потому что где-то раньше ты соглашаешься, хорошо, я не буду думать, мама авторитет, мама лучше знает. Я с ней соглашаюсь, это встраивается в мою нервную систему, как только я с ней соглашаюсь. Да, мамочка, а там еще как она? Мама лучше знает, ты же маму любишь, да? А Нубель говорит, конечно, я маму люблю. Это все равно значит, мама авторитет, а мама лучше знает. да, я не задумываюсь. Ну, например. И вот, сталкиваясь с такими моментами в реальности, у нас есть момент задуматься, а насколько это для меня реально важно? Насколько это для меня ценно? То есть, с какой силой самоотдачи я готова это выражать? Сколько себя я готова вложить в это? Хорошо, отлично, я смотрю на свою жизнь и могу просто выписать. Агрессия там от мужчин в моей жизни каждый раз происходило, когда я радовалась, испытывая состояние дома и генерирую его там прям там дофига. Только у меня радость дома, получается агрессия, 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 отлично, логика видна. По-видимому, это я пытаюсь начать ценить. Потом я смотрю на свою жизнь. Я про дом практически нигде не пишу. Я про него практически нигде не разговариваю, кроме папы и мамы. И получается, если я выбираю ценить радость дома, при этом я об этом нигде не говорю, только-то непонятно. Да, сейчас, подожди, дойду. Поскольку, если я ценю, то я вижу уникальность опыта, уникальность самого момента, когда я проживаю дом, я начинаю звучать песней единого состояния, вокруг все начинает насыщаться этим. Моя радость, она не такая, радость, как просто, когда мне конфетку дали, такая, а, ура! Это невероятная радость, она просто пропитывает все, и слова я не могу облечь. Это огромнейший уровень свободы, торжества, триумфа, красоты, грации. Невероятно, очень сложно это описать. То есть, окей, у меня есть реально уникальность моего опыта, я вот это все испытываю, нифига себе, это же обалденно, да? А потом я прихожу к маме, я говорю, мам, ты понимаешь, да, я такое испытываю. А мама сидит за ноутбуками, говорит, да, у меня там 27-я серия сериала. Здесь у меня есть момент задуматься, есть момент задуматься, получается, потолок того, что чувствует мама, вот это, а потолок того, что чувствую я, вот это. Я могу маму спросить, мама, ты вообще в жизни когда-либо ощущала это вот-вот и описать? И мама скажет, например, нет, это только ты у нас такая уникальная. И тогда опять у меня момент задуматься. этот опыт реально дает мне возможность выражать, что вот так можно ощущать, вот такую глубину и красоту можно ощущать в бытовой жизни, не где-нибудь залезая на Кайлос, да, а в бытовой жизни просто вот да хорошо, если я вижу уникальность опыта, я спрашиваю себя, чего мне дальше с этим делать, да, чего реально мне дальше с этим делать, хорошо, что мне, пойти на улицу и говорить, понимаете, вы можете испытывать это каждый долбанный ваш момент жизни, да вот прямо сейчас, и вот прямо сейчас, и табличку радость дома рулит, отлично, великолепно, хорошо, чем мне это поможет, я привлеку внимание к этому, естественно, к тому самому, ну там радость дома сидит, а носит так, а я так вытаскиваю его и положил обратно, хоть вытаскиваю, и вот в моменте ценить есть естественное следствие гордиться тем, что мы ценим, многим известен такой прикольный момент, если внук, не знаю, дипломат с красным дипломом, простите, да, за тарабачьем, то бабушка, она же всем во дворе просто уши прожужжит, у меня внук, такое чудо, да, я так ним горжусь, вот такой обалденный, когда вы гордитесь, ваше естественное проявление говорить об этом с радостью, делиться этим, делиться, здесь сам момент, когда вы гордитесь тем, что вы цените, у вас появляется естественная потребность делиться этим, конечно, никто не вычеркивает осознанность и уважение, потому что я могу так подойти и начать с вами делиться, да, что вы скажете, а где границы, Наташа, да, а ничего, что мне нужно типа уважать, да, это живое существо с отдельным телом, живым, да, неотделимое от тебя, между прочим, то есть здесь очень четко необходимо понимать грань, я горжусь, да, я горжусь тем, что я могу приехать и поделиться этим с теми, кому необходимо это услышать, я, я вернее, я ценю свой опыт до такой степени, что хочу просто вот эта глубина самоотдачи, когда вы что-то цените, глубина того, насколько вы это цените, является глубина самоотдачи, сколько этого, что вы цените, вы готовы вытащить из себя и протянуть, это же не факт, что вы это отдадите, кто-нибудь потянет, это скажет, что это мое, я просто показываю, что оно у меня есть, не так все просто, то есть я-то это ценю, но я никому это нет там, я просто показываю, у меня есть, при этом моменте, когда хочется забрать обратно, это уже страх, да, потерять то, что вы проживаете, и вот здесь, когда я это ценю, я спрашиваю себя, то есть насколько глубинно я готова это из себя доставать снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова, повторять это сто раз, двести раз, приехать туда, куда надо будет приехать и говорить об этом даже там, где меня не будут хотеть слышать, но вселенная создает ситуацию, где мне надо будет быть, и люди будут говорить, например, да это все, матюк, типа, иди погуляй, Наташа, да, то есть насколько глубина моей самоотдачи огромнейшая, да, великолепна, вот, но шаг от ценить до гордиться, и здесь просто ответственность и четкое понимание, если я боюсь потерять свой опыт, то я не понимаю, что я этот опыт проживаю ровно столько раз, сколько я выбираю его выражать, да, то есть я съем ровно столько мороженых, сколько я выберу пойти в магазин, купить и съесть, а если я боюсь, что вот у меня есть, там, не знаю, 2,50, ну, в гривнах у меня, и я на себя смотрю в зеркало и думаю, а что, если я не захочу пойти в магазин и съесть мороженое, а что, если мне не захочется, нужно быстренько пойти, накупить, знаете, 2,50 всех мороженых, прийти домой, загрузить их в морозилку, закрыть и сказать, никому, это мои мороженые, то есть здесь отсутствует понимание, что когда вы готовы делиться, когда вы просто готовы выражать, может быть, не очень глубина, может быть, не очень много, может быть, вы готовы поделиться просто десятой частью первого мороженого, но это уже первый шаг, это уже круто, это значит, что у меня хватит смелости подойти и сказать, хочешь надкусить вкусное мороженое, это намного лучше, чем я встану и буду сжать это мороженое в одиночестве, смотреть на людей и говорить, а у меня есть мороженое, вот моя глубина самоотдачи, мороженое у меня есть, я вам накупила, там закрыто, только я буду кушать, четко осознавать, вы выбираете каждый момент выражать то, что вы чувствуете или нет, выбираете выражать, вы это проживаете, пока выражаете, значит, вы этим насыщаетесь, как глубина вы готовы проживать это и выражать это, а еще глубиннее, не просто там, радость в виде такой, я радуюсь, то есть могу ли я глубине, да, я радуюсь, я радуюсь, это обалденно, это невероятно, да, это, и у меня штырит сразу колбасу, да, и всех вокруг тоже, а готовы ли я еще глубже проживать торжество, когда уже не хватает, когда уже глаза, да, на лоб по сути должны вылезти, улыбка шире лица, в зеркале не помещается, когда это торжество, когда я понимаю, обалдеть, да, невероятно, и тогда электричество еще больше, а готовы ли я еще глубже проживать, еще глубже делиться, триумф, фурор, это электричество в нервной системе, которое мы способны выражать, и которое мы способны делиться, когда мы выбираем это, когда мы реально ценим, насколько это невероятный, уникальный опыт, какой нормальный человек, просыпаясь утром, подходит к зеркалу и генерирует торжество, смотря на себя заспанного, я думаю, ты руку пойдет, а? Привет, это я, ты не говоришь в зеркалу. Это торжество, да? Мальчик, привет, я тебя снова вижу. Да, это там в начале было. Осознавайте, что вы несете ответственность за ваше психоэмоциональное состояние. Понимаете, не эмоции и чувства с вами происходят, не эмоции и чувства с вами происходят, вы выбираете, какие эмоции и чувства выражать. У вас есть пространство, и вы выбираете, какая музыка в этом пространстве играет, да? Вы же не подойдете на улицу, скажете, там, плеер вставили, нажми какую-нибудь песню, на, выбери, ну, мне пофигу, на, да? мы четко прописываем плейлист, у нас есть любимые резонирующие мелодии, да, мы чувствуем себя, какую песню я сейчас хочу послушать, нажимаем, идет резонанс, мы уже выражаем это, пока слушаем плеер, мы уже нервной системой выражаем определенное состояние, но когда мы не задумываемся об этом, то это состояние просто с нами происходит, оно с нами происходит. знаете, просыпаетесь утром, со мной произошла депрессия, она все еще неделю со мной происходит, я жду, когда она перестанет со мной происходить. Естественно, не через силу воли, возможно, да, сейчас, сейчас подождите, я нагенерирую радость, да, у меня депрессия, неделю, а я сейчас буду генерировать радость, вот прямо сейчас вот. Управлять эмоциями и чувствами получается за счет понимания, понимания, почему происходит это чувство, откуда, по какой причине оно рождается. Если у меня депрессия, окей, у меня живое тело, я как сознание, я как тело, мы танцуем вальс, да, что-то там, да, да, я не очень сильна в этом. Если при этом моменте, да, два человека, вот они там танцуют вальс, все круто, там обалденно, там уже нежность, там все это, и тут мой партнер что делать, он говорит, ооо, здесь вы сегодня в депрессии, а я себе там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, он там уже там свалился просто, а я тансую. Это бывает, когда тело фигово, да, и мы говорим, сейчас я буду генерировать радость. То есть она уже там вразнос, она говорит, я больше так не могу жить, а вы говорите, нет, у Наташи написано на сайте генерировать радость, да, там 25 минут, а потом посмотреть, как через 6 часов будет херово. запреты поднимутся вы тело это два партнера которые танцуют невероятный танец которые чувствуют друг друга до мельчайших изменений микроизменений эмоции настроения состояния чувства мысли образа воспоминаний каждый из вас слушает mp3 player каждый из вас имеет свои любимые песни и четко знает что могут быть две похожие песни но не чем-то отличаются и настроение отличается и мы слушаем в этом состоянии только эту песню они вот эту или вот эту хотя вам грито лишь похоже нифига не похожие вы же чувствуете разницу один какой-нибудь тон уже не тот тональность чуть ниже или чуть выше и это уже не резонирует и также в танце вы как сознание и вы как тело одно целое одно танцующее целое танцующий невероятный танец очень тонкий очень глубокий и вот если ваш партнер резко опускает руки садится и закрывает закрывается от мира и говорит я так больше не могу когда происходит близость между сознанием и телом то невозможно сказать а ну нафиг как ты говорил эту фразу которая замещает фразу ахуле и все таки да и что а просто так подходит это фраза суда и не могу и когда происходит близость то как только уже идет напряжение у моего партнера я уже это чувствую да я включаю свою любимую песню и вдруг вместо радости я начинаю ощущать какую-то печаль если я со своим телом в глубокой близости я моментально смотрю и спрашиваю а что происходит обычно была радость обычно был кайф а сейчас чего-то не очень я чувствую что начинается уже чего-то не то я начинаю разговаривать со своим телом понимаете здесь фишка какая разговаривать со своим телом это не только так тебе сейчас депрессивно сейчас у тебя поглажу вот там написано нужно нервненько да ты у меня а что вы смеетесь честное слово я нежненько глажу свое тело там так написано да это не потому что я чувствую близость это не потому что я ценю свое тело потому что в наташи северской на сайте это блин написано и вот я аккуратненько глажу тебя давай делись что там у тебя за жопа внутри потому что я хочу сегодня хорошо провести день до ада вот нервненько вот такую хрень тело чувствуют даже любой из вас чувствуют когда при подходит к нибудь бабушка как он дитя . от нее прямо прет и когда сейчас он датчик скажет дитя . а ну-ка ты уступи место старушечки да ну пожалуйста ты сидишь слушающим потерплеер тупой даже не слышишь ушел в транс проходит там полминуты а где толкает дитя . встань пожалуйста быдло ты такая то есть если даже вы в автобусе способны чувствовать эту разницу вы что думаете тело такой идиот идиоты которая подумает ну наверное мое сознание сегодня не в настроении вчера буханула а сегодня нам не отыгрываются гениально и поэтому что запомните тело не идет на компромисс это мы готовы пойти на компромисс и применять свою мечту а потом у нас все болит и мы себя не слышим до тело не идет на компромисс и поэтому типа так сложно мы говорим ну давай ну поговори со мной ну что с тобой хотел он тебя так смотрит думает да чувак как все запущено и молчит и тогда вы пишете от алисевский наташа что делать я со своим телом разговариваю она молчит проверить где у вас факт наживы сейчас она заговорит она мне скажет в чем проблема и все дальше весь день будет просто великолепен тело живое если ваш любимый человек подойдет к вам вот такие вот подкатом до милая любимая ладно сексуальной темы опустим их уже дофига было да они уберешь ли ты у меня в комнате вот весит бардак который у меня в кабинете да они помоешь ли ты пол милая любимая да вот они приготовили ты мне еду а я пока пойду и потусую с чуваками пойдем на стрипте твое мне говорил вот милая любимая побудь моей женой и женщины сегодня в доме если к вам так насчет относиться какая у вас будет реакция ну вот женщина на нормально сегодня да нет а почему нет а что будет кому плохо или мужчины когда женщина до подходит на взгляд это может и умеем дома отлично это умеем накрасимся юпочку оденемся так классно вот видите сразу сразу же реакция сколько сразу все понятно не не зачем так прямолинейным это мы так прямолинейно не общаемся то есть фишка в чем мы со своим телом общаемся так как не хотим чтобы близкие люди общались с нами да потому что есть такая хрень называется у я ее называю до своих исследованиях зеркальная комната обожаю очень легко находить самообман ожидание чудо я стою перед зеркалом вы знаете ли лысая да во всем сером с микрофоном даже носки блин серой офигеть майка серая я вот такая перед зеркалом а я жду чудо что перед зеркалом будет девушка с длинными волосами сексуальной походкой большой грудью вот это я называю шизофрении вот эта зеркальная комната понимаете это реально зеркальная комната и если я чувствую одно а делаю и говорю другое то это просто самообман это вот я уже начинаю по работе с инструментами как очень просто вычислять свой собственный самообман я верю в одно а выбираю все время другое было чем интересная девушка она говорит понимаешь я не хочу всего того что она выбирала за последние два года вот тут логика у меня срабатывает я не хочу того что она выбирала за эти два года я очень хочу например там денег хочу семью вот хочу парня там как она сказала с очень сильным ян ярко выраженным я нет пошлости думать и ржать кто знает вот но при этом я выбираю мужчину с ярко выраженным и я спрашиваю кто тебе доктор объясни мне я хочу вот этого а выбираю вот это я хочу и так два года потом я прихожу к наташу граната что же делать посмотреть и признать собственный самообман но это первый шаг до при зависимости при компромиссной зависимости с самим собой первый шаг нифига себе зеркало я еще даже ничего не смогла сказать хочу сказал либо врешь себе в желании да так вот я к тому что первый шаг это предельная очень местами жестокая искренне по отношению к самой себе да вот о чем ты говоришь если я хочу парня я но я хочу при этом чтобы я не могла командовать как это может вообще получиться да если я хочу одного выбираю другое смотрим на свою жизнь это же повседневно да я хочу вот этого а выбираю вот это я хочу вот этого а выбираю вот это и ладно если это очень четко видно я хотела яблоко а пошла и купила арбуз это очень четко видно я хотела вас таким парнем познакомиться я познакомилась просто с парнем и подумала а ну ладно пусть будет вот такой ну такое не лечится понимаете вы сами это выбираете но есть более тонкие места когда вы горите я хочу зеленое яблоко зеленое спелое яблоко вы приходите вы покупаете зеленая спелое но не яблоко ну к примеру даже вот так вот может быть ты выбираешь ты тык 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 в сути совсем другое да я о моменте очень тонкого самообмана по отношению к самому себе когда есть зуд такой небольшой зудик который не оставляет тебя в покое когда у тебя есть настройки вот они стопроцентные и ты выбираешь 99 и 8 и все офигительно классно но ты не ценишь того чего ты хочешь да какая у тебя потребность и выбираешь не стоит 98 процентов девять и восемь и вот эти вот две десятые процента которые ты не ценишь они моментально отзеркаливаются подходит кто-нибудь из близких и говорит ну ты зажралась да у нас даже этого нету и как тебе не стыдно у тебя 99 8 у меня у меня всю жизнь даже этого не было да благодаря небеса что у тебя вот такое получилось зуд от этого внутренней никуда не девается а чувство вины прорастает до искренность ключ один из главнейших ключей это предельная искренность по отношению к самому себе чтобы очень четко видеть я верю вот вот это а создаю свои реальности вот это я чувствую вот это а выражаю вот это я хочу вот этого а выбираю вот это и даже когда я работаю над собой и понимаю что сейчас вот я вот уже вот настолько готова я хочу вот этого а выбираю практически то что я хочу но немножко не тонну немножко отпускаю руку ну ладно великий самообман он звучит как с фразы ну и потому что дописывать да ну хорошо ну и так проживу да ну смирюсь напрямую что там научусь как это благодарить за этот компромисс на две сотые процента азут на двухсотых процента такой как будто вас дрелью над головой работают вы смотрите на 99 и что-то там 98 да и вы очень четко понимаете двухсотых процента очень сильно не хватает за как вот мы все очень эзотерически духовные мы себе говорим нужно принять реальность такой какая она есть значит выше и так мне послали значит вот так вот я смирюсь приму и буду благодарен так жить с этим ужасным зудом который как дрель над головой всю свою жизнь от вас зависит какое качество жизни вы выбираете выбираете жить с вот таким зудом вы это выбираете вы творцы вашей реальности вы готовы парить пойти на компромисс вот в такой мелочи чтобы потом всей кожей ощущать этот компромисс всю свою жизнь значит вы это выбираете и вы несете ответственность за свой выбор нести ответственность в моем понимании это быть готовым тотально прожить то что вы выбрали хотели банан выбрали яблоко ответственность это съесть яблоко и насладиться яблоком хотя вы хотели банан потому что если вы насладитесь яблоком в очень четко поймете почему вы выбрали яблоко когда хотели банан а вот если вы не принимаете свою ответственность Надкусили яблоко и выбросили. Не было тотальности. Вы таки не поняли, почему вы выбрали не банан, а яблоко. Здесь очень такой четкий момент про ответственность. Потому что при переносе этой ответственности происходят разные штуки. Например, я хотела банан, пришла в магазин, бананов не было, были яблоки. Мне было лень. Мне было лень, замещаем фразой, я не ценю свои желания и потребности. Я не ценю потребности своего тела. Я думаю, в общем-то, пофигу, что там тело хочет есть именно яблоко. Тьфу, именно банан, да? Это же просто тело, у него голод. Запихнул в него яблоко, какая нафиг разница, да? Это как вы приходите на классное свидание. И вы видите, как парочки рядом сидят, они там мороженое кушают, какие-то очень такие изысканные блюда. Так все очень красиво. А на вашем столе, понимаете, это же просто тупо свидание. Там стоит тарелка супа, а одна салфетка, никаких свечей. Партнер напротив такой засоренной рубашки, он говорит, милая, ну так я ж тебя люблю. Ты говоришь, да конечно, да все же прекрасно. На ком запустим? Не смешно даже. Даже не смешно, да? Исследования по нейронке основываются на том, что вы создаете пространство в вашей жизни. Вы выбираете качество реальности. А значит вы несете ответственность, полную ответственность за каждый кусочек реальности в вашей жизни, которыми вы недовольны. Этот кусочек, этот кусочек, этот кусочек я бы выкинул, этот кусочек я бы выкинул. Ты, Миша, говорил, да? Типа я тупых просто не переношу, поэтому я их просто выбрасываю. Ну, я не за первых выбрасываю. Я сначала бью, потом выбрасываю. Вот. Сначала бью, потом выбрасываю, чтобы больше не возвращались. Чтобы эффекты полной гуси, там будут. Вот. Все просчитано. Напомните мне, о чем я говорила, да? Да. Сейчас. Полный свет. Всегда есть возможность взять лучшее. Создавать его. Да, вот, спасибо. Исследования по нейронке основываются на том, что вы, как вечное сознание, являясь неотделимым от всего сущего, выбираете определенный контракт, чтобы научиться ценить определенные качества узора вашей силы, как вечного сознания. Вы выбираете предназначение реализовать нечто невообразимо прекрасное, глубинное, с простотой, грацией, нежностью, радостью. Вы там не привыкли? М? Мы, то есть, на самом деле, выбираем или она дается? В моих исследованиях я выбираю. Ну, просто безысходности такой, типа, мне дают, я пошла делать. Это значит, что у меня нет свободы. Сказать, нет. Конечно, на уровне служения там эта грань стирается. Там ты уже предан полностью, поэтому тебе дают, и ты от этой преданности танцуешь. Да, и мы соглашаемся на предназначение, выбираем его. В любом случае мы делаем выбор, соглашаемся, идем в воплощение, создаем в себе определенный опыт ситуации. Однако, тот опыт и ситуации, который мы выбираем до рождения, который прописываем в контракте, как очень важные такие моменты, это не значит, что прописывая ситуации и обстоятельства, мы прописываем реакции на них. Это только от нашей осознанности в воплощении зависит, как мы пройдем эти ситуации, что мы из них вытащим, чему мы научимся и как мы это будем дальше применять. Мы выбираем главные моменты ситуации. Это обстоятельства, это ситуация, это обстоятельства, здесь обстоятельства, здесь ситуация, здесь ситуация. Но мы не прописываем наши реакции, иначе выбора не будет. И мы не творим. Мы входим в воплощение. Я выбираю, например, ценить радость. И у меня обстоятельства, где, например, меня бьют. И у меня есть выбор, как реагировать. Есть всегда выбор, как реагировать. Первая ответственность выбрать задуматься. Задуматься, почему это происходит. Задуматься, как отреагировать даже. Или почему я хочу так отреагировать. Что я чувствую. Какие оттенки чувства и эмоций сейчас я испытываю. Конечно, не всегда удается до такой степени в момент стрессовой ситуации быть осознанным. Потому что есть очень яростные обстоятельства, в которых не получится проиграть эти все пункты. Там либо убегаешь, либо защищаешься, либо убиваешь, либо тебя убивают. Бывают яростные ситуации. Однако, если не вычеркивать вселенную взравнение, то даже здесь, к моменту этого обстоятельства, очень яростного, внутри вы, благодаря осознанности, благодаря тому, что вы задумываетесь и понимаете себя, и слышите свое тело, а все эти обстоятельства мы начинаем слышать намного раньше, чем они начинают происходить в реальности. Происходят звоночки. Мы смотрим, чувствуем, что что-то не то. Как вот должна быть гроза и запах дождя. Не грозы, ничего еще нет. А запах дождя уже есть. И тело чувствует, что-то будет. Интуиция работает. Что-то будет. Я чувствую, что-то будет. И вот здесь, когда мы не вычеркиваем, когда мы вписываем вселенную, понимаем, что сейчас в какой-то момент, скорее всего, произойдет обстоятельство или ситуация, какая-то встреча, перед которой у меня есть выбор. Раскрыться этой встрече, понимая, что мироздание обо мне заботится, впустить это внутрь себя, чтобы слиться в одно целое и понять, буквально осознать и прожить, постичь это сообщение. Не нужно кушать человека, да? Не надо его на такой степени внутрь себя пускать. Имеется в виду внутри. Внутри раскрыться, впустить, слиться с этим и постичь, осознать, проживая. Что это значит? Каким образом я создала этот кусок реальности? А главное, для чего? Не менее важно и ценно ключ, какой опыт я хотела получить, создавая этот кусок реальности задолго до этого момента. И когда я понимаю, какой опыт я хочу получить, я задумываюсь, анализирую, распознаю чувства и эмоции, анализирую и размышляю. И тогда я выцепляю это ядро и понимаю, вот, вот ради этого осознавания, ради этого осознавания я создала целый тоннель реальности задолго до этого момента. Потому что этот кусочек, он невероятно ценен для исполнения моего предназначения. Либо есть вторая реакция. Вторая реакция – это, сталкиваясь с куском мироздания, просто сказать, нет, я не согласна. Я бы такое не создала, не выбрала. Это несправедливо. Обида, ненависть, чувство мести, недовольство, разочарование, негодование, раздражение – это признаки того, что вместо того, чтобы раскрыться, вы закрываете и отрицаете то, что вы сами создали эту ситуацию намного раньше для того, чтобы достать из нее опыт, научиться его ценить, потому что это невероятно важный пазл в навыке для того, чтобы исполнить собственное предназначение, реализовать вашу истинную силу, ваш уникальный узор, вашу красоту в материи. И вот здесь, когда мы отрицаем и говорим, нет, 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 я не буду этому раскрываться, я даже не вижу смысла, это жуткая несправедливость, так не должно быть, так вообще по сути не должно происходить, да? То есть я бы хотела взять этот кусок, побить его, да, и выбросить, чтобы он больше не возвращался ко мне. И тогда вот на этой магистрали, по которой я иду к своей мечте, у меня происходит эта ситуация, я раскрылась, да, раз, постигла, поняла, увидела, научилась ценить, начала применять. И меня, именно применяя в реальности, то есть это как я, ко мне подходит такой монстр, монстр, и он несет у себя в руках такую коробочку классную. Монстр страшный, коробочка классная. Я понимаю, так, мироздание доброжелательно, вселенная меня любит, ой, а это вообще я все сама создала, так, ну хорошо, ой, ну давай. Монстр дает вам коробочку, да, если вы набираетесь храбрости и осознаете, что происходит. Берете, а бывает вы так, не очень глубина это осознаете, вы хватаете, а монстр такой, ааа, и вы такие, ааа, и подожди, я это все сама создаю, подожди, подожди, вселенная, добрая, 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 она обо мне заботится, твою мать так заботится, заботится, да. Так, мироздание меня любит, отпусти коробочку, твою мать. И вы берете таки эту коробочку, открываете, то есть, когда вы берете эту коробочку, вы спрашиваете себя, нет, спрашиваете себя, почему вы этого монстра создали, когда вы его видите, видите коробочку, понимаете, что сейчас будет, да, и вы спрашиваете, почему, почему, ну зачем, ну какого фига, у меня что же там за опыт-то такой. Ну давай, да. Потом вы берете ее и вы спрашиваете себя, так, следствие этой ситуации, следствие этого знакомства, да, следствие моего выбора выражать или отказаться выражать, следствие моего компромисса, выписываете следствие детальненько, следствие в личной сфере, в семейной, в творческой, в рабочей, в дружеской, выписываете следствие. Например, когда человек скрывает чувства Одно из следствий – это невозможность построить отношения на доверии Если вы скрываете чувства, нет искренности, доверия, но оно как-то и не прорастает Берете эту коробочку уже к себе Хорошо, вот у меня есть следствие Открываете Приоткрываете ее, спрашивая, чему меня каждая из этих следствий учит Чему меня учит каждая из вышеперечисленных следствий Открываете коробочку Пока вы перечисляете, чему вас это учит Вы принимаете ответственность за этот кусок реальности, на себя Понимая, что вот, меня это учит этому, этому, этому Я реально это не умею Я понимаю ценность этих навыков в своей жизни Я понимаю, нафига я это все сделала, да, спасибо Открываете Там кисточка Это когда вы написали, чему вас это учит И вы спрашиваете Вот вы написали, чему вас это учит Это кисточка И вы спрашиваете себя И как мне переменить это в бытовой повседневной жизни, да? Ну нормально Я даже не художник И потом выписываете как Ну например, я могу Могу Начать раскрашивать яйца Ну хоть как-то Написали И пошли применять Если вы не пойдете применять Вот вы написали Как я могу это применять Даже что там, блин, один пункт Это нужно, шестой пункт Начать применять Тогда это будет работать А то вы будете знать, как это нужно применять Но применять не будете П-п-п-применять И тогда смысла этого всего нету Ситуация просто очень быстро В короткий срок еще раз повторится Для того, чтобы вы завершили И сделали шестой шаг Применили Начали там разрисовывать Кому-нибудь нос или еще что-нибудь Вот И у меня есть кисточка Меня научилась ее пользоваться Круто Я сделала шаг Я столкнувшись с ситуацией Понимаю, что я эту ситуацию создала Не просто так, а чтобы у меня была кисточка Все, кто играли в компьютерные игры Прекрасно понимают Да, я собираю свой инструментарий Там потом я буду бороться с монстром Ну только здесь не бороться с монстром Исполнять переназначение Выражать прекрасное И вот Вторая ситуация Второй шаг Я делаю шаг И опять принимаю То есть раскрываюсь Там у меня там не знаю Здесь кисточка Здесь у меня банка с краской Все круто А здесь делаю шаг Мне дают холст Понимаете, чтобы меня было на чем рисовать Это большой кусок Это громадный кусок Монстр просто ужасающий Очень похоже на мою маму То есть я даже не могу отличить Это монстр или это реальность Там я понимала Это монстр Это монстр Мироздание обо мне заботится А тут склейка Потому что мама там со мной так обращалась в детстве Я вижу маму Я не могу сказать себе Это монстр Мироздание обо мне заботится Ага Это настоящая мама Какое мироздание? То есть телесные реакции Очень сильно могут захватывать Поэтому осознанность Необходимо дорабатывать Каждый момент жизни Каждый день Это не так Сегодня 5 минут утром 5 минут вечером Как улыбка Будды И карма уже хорошая И вот у вас есть краски У вас есть кисточки У вас есть новый монстр С холстом На котором в общем-то Уже можно будет рисовать Но очень страшно Вы их прячете Там краски и кисточки И говорите Нет Ни в коем случае Несправедливо Не хочу, чтобы так было В этот момент Вы начинаете двигаться по вертикали Просто представьте Что этот кафель продолжается вертикально И вы начинаете двигаться по вертикали Вы все еще стоите на месте Мечта вон там А вы начинаете двигаться по вертикали Проходит года полтора Просто после такой стрессовой ситуации И вы такие Ну как-то вот я не могу жить Ничего в жизни не меняется Оно не двигается с места Все вот как-то вот оно все течет Я вроде живу И эмоции есть А как-то все глобально Не двигается с места Вселенная, ну пожалуйста Окей Вы же не прошли, да? Раз Новая спираль Все здесь же Только на этаже выше Если до этого Там это была Например Свекровь Вашего бывшего Теперь мужа То Снова повторяется ситуация Это Мама вашей подруги Опять очень похожая на мою маму С долбанным куском Чего-то там белого Ну пожалуйста Не надо Это же несправедливо Так не должно быть Бац опять Вы выбираете Вы выбираете Вы создаете То есть От того момента До следующего Можно было наработать осознанность Для того, чтобы Сказать себе Так, когда я увижу Существо Очень похоже на мою маму С чем-то очень белым Мне нужно будет Все сказать Это мироздание Обо мне так заботиться И вот по этой вертикали Можно жить Не одну жизнь Потому что Когда мы двигаемся По вертикали О всем нам Известной ситуации Когда Алгоритм повторяется Меняются люди Меняется время Меняется пространство А ситуация повторяется Только вот Меняются люди И пространство Время Люди И пространство Время И фразы Которые вы говорите В таких ситуациях Они остаются Практически такими же Снова и снова И снова Вы понимаете Это все повторяется Повторяется Это значит Что вы по вертикали Двигаетесь И оно повторяется Только чтобы В какой-то момент Когда вы уже На издыхании Когда вам уже больно Когда уже некогда Защищаться Вы говорите Ну хорошо Я открываюсь Хоть как-то Фишка в том Что эта вертикаль Может продолжаться До гробовой доски И жизнь Будет наполнена Эмоциями Она будет Очень насыщенная Если обычно Нам не хватает Эмоций Да И у нас такая Депрессивная Какая-то ровная жизнь Это одно И мы ищем эмоции А здесь очень даже прикольно Потому что происходит Снова и снова Противостояние Я создаю кусок реальности Я от него Я буквально отрицаю Что я это создала Я бьюсь Я создаю И тут же отталкиваю Я создаю И тут же отталкиваю Это очень эмоционально Понимаете Смотрите У меня уже физические нагрузки Я себе там бицепс Лопатки наращу А чем дальше Там уже так она Посерьезнее ситуация Я вообще приседать Начну Чтобы там Выорачиваться Я даже выгоду найду Я даже скажу Это же лучшее для меня Это же не просто так происходит Это моя карма Да Лениально И вы будете двигаться По вертикали Ситуация будет повторяться И будет очень эмоционально Очень насыщенно Потому что это сопровождается Страстью Часто это сопровождается Вот эти отношения личные Правильно Сексуальные Дружеские На работе Флирт Измена Любовники Любовницы Неискренность И так далее И тому подобное И это все замешано Со страстью И кажется Жизнь наполнена Потому что Если это будет Ровная депрессия То сразу будет Аларма Что-то не то Однозначно А здесь все Очень активно Очень ярко Очень заполнено И это дает вам Жизнь для творчества Да Вас заполняют эмоции Вас заполняют чувства И страсть Вы фотографируете Вы пишете Не знаю там Вы ездите с лекциями По всему миру И говорите о том Что Как бы вот Ну не об этом А о том Во что вы верите Ваша профессия И здесь будут Все время Все время Будут зеркала Которые будут Вам напоминать О самообмане О вашем компромиссе Когда вы четко Будете видеть Я хочу к мечте Да Я верю в свою мечту Но постоянно Я выбираю не это Все другое И это другое Оно очень яркое Оно очень насыщенное Оно тоже очень вкусное Но это не моя мечта И вы будете четко Каждый раз Изо дня в день Видеть Оно классное Да Мы часто У нас бывает так Или не часто Редко Бывает Встречаешься с мужчиной Вот я буду приводить Да Пример Я женщина Встречаешься с мужчиной И это просто ужас ходячий Да Я выбираю свое зеркало Это просто ужас ходячий Я там научилась всему Следующий мужчина лучше Следующий мужчина еще лучше Понимаете А следующий мужчина Просто практически бог Да Он прям такой Весь великолепный Обалдеть Вау Все Просто невероятно Но я забываю При всем этом движении При всей этой страсти Эмоциях И повторяющихся ситуациях Вот в этих же самых отношениях Одной повторяющейся ситуации О том, что все эти мужчины Это не моя мечта Это не моя мечта Это не моя мечта Да, они невероятны Да, они классны Да, они красивы Да, они глубины Сердцем Да А да, они добрые Да, каждый из них Это уникальный узор творца Великолепно Это круто Какого фига я выбираю С ними отношения Если вот моя мечта И вот здесь будет виден Этот самообман Когда вы будете понимать Вы выбираете качественное Вы качественное выбираете Но не то, о чем мечтаете Если до этого Вы выбирали просто Меньшего качества вещи Было 100% Выбирали 99,8 То здесь вы это уже прошли Да, все классно Вы и здесь раскрылись И у вас кисточка Вы и здесь раскрылись И у вас баночка с краской Великолепно Вам осталось только холст И вы говорите Не-не-не-не И жизнь становится Очень насыщенная Очень яркая И тогда уже нет Откомпромисса А вы выбираете Уже качественное Потому что вы научились Да, качественная кисточка Качественная краска Я научилась ценить качество Я выбираю Качественных мужчин Но не того О котором мечтаю Сделаем перерывчик Я буду делать перерывы Чтобы оно Оседало Качественный перерыв Да, качественный перерыв Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому